Скажите, пожалуйста, вот такого рода литература, она должна быть талантливой? Талантливый, термин талантливый, который может быть применим вообще к мировой художественной литературе. Два факта только по этому поводу привести в качестве, так сказать, материала информации для размышлений. Первый. В Соединенных Штатах Америки, где тиражи намного больше, чем у нас, там миллионный тираж, это вообще часто бывает. Нет. Почему? Расходится среди людей, которые живут, работают в науке, в кампусах университетских и так далее. То есть мы давно уже не самая читающая нация, а американцы намного более читающая нация. Это вопрос в том, что читает эта нация. Правильно, правильно. Вы подвели как раз тому, о чем я, собственно говоря, хотел сказать. Что они читают? На первом месте у них две, два жанра. Вот на первом месте по количеству тиражей. Это мемуары, кстати сказать, и экономические триллеры. То есть описывается жизнь предпринимателей. Ну, возьмем там Гришима, скажем, фирма, там еще что-то. Да масса этих вещей. Все вот фильмы поставлены с Майклом Дугласом, там Олл-стрит и так далее. Вот они что читают. На первом месте. У нас это практически не развито. Почему? Потому что об этом, во-первых, не пишут или врут все, что можно написать, так сказать, или не умеют и не знают. Но мы к этому придем. Мы к этому обязательно придем, потому что творческие люди, а в бизнесе работают творческие люди, им нужна подпитка. Подпитка психологическая, моральная и информационная. Поэтому мои книги очень информационно насыщены. За каждой книжкой стоит, ну, если сравнить, как работа научно-исследовательского института. Там образы. А на самом деле, посмотрите, сколько там информации интересной. Для размышления, для всего и так далее. И вот тут возникает, человек, понимаешь, он читает не ерунду. Он читает то, что ему интересно, то, что его развлекает, то, что будет какие-то душевные, так сказать, струны, так сказать, затрагивает. И в то же время то, что ему полезно. Вообще-то вы дипломат, вообще-то, да, по образованию. Да, да, да. Закончили ГИМУ, и потом куда вас жизнь забросила? Ну, меня жизнь забросила, тяжелый был заброс такой. Во Францию меня жизнь забросила. Я мучился во Франции долгие годы. Вот, страдал там, вот, истязала меня французская действительность. Вот, а потом, значит, жизнь забросила меня в Индию. Вот в Индии я прожил, так сказать, тоже достаточно долго. Ну, а попутно были какие-то другие поездки. Ну, я не буду вдаваться в подробности, интересовался этой страной. И, собственно говоря, я и в институте учил, так сказать, не только французский язык, а историю страны, там, культуру, право, экономику. Вот, и самое главное, что ведь, понимаете, вот надо учитывать такую вещь, что в советское время ведь работа за рубежом, она давала не только какие-то серьезные, так сказать, материальные преимущества, но вот она давала еще, я бы сказал, и значительной степени глоток свободы, потому что можно было анализировать реальные вещи. Обратите внимание, вот сейчас, когда происходит резкое усиление роли государства в крупном бизнесе, практически никто, включая представители власти, не критикует крупный бизнес за внешнеэкономическую экспансию. Здесь интересы государства и интересы бизнеса совпали и совпадают, потому что крупный российский бизнес за рубежом, когда он захватывает какие-то позиции, он тем самым усиливает и влияние государства. Очень интересный проект в соседней Намибии. Страна-то крохотулечка, там вообще там, ну скажем так, больше миллиона населения, там миллион восемьсот, с месторождениями урана. Да, вот, и теперь... С месторождениями урана, да. Да, понятно. Между прочим. И этот проект уже сейчас запущен? Создана совместная компания с Нешторбанком, вот, которой участвует также и Ренова, и Нешторбанк, и участвует местное правительство, финансируется британским банком Барклайс. Вот, что интересно, потому что он там, как говорится, ну, заинтересован, так сказать, в этом. Но вот российская сторона, так сказать, является ведущим, так сказать, партнером, скажем так. И да, уже создано. Сейчас идет изучение шельфа. На шельфе обнаружена нефть. На самом деле, где все сейчас? Сейчас все в Африке. Если вы возьмете ту же Кению, например, и посмотрите интернет, загляните, 2001-2003 год, что вы там прочитаете про Кению в интернете? Отсталая страна, но славящаяся своими заповедниками, охотой. Что вы там сейчас увидите? Там пишите одно крупнейшее месторождение Титана в Кении. Скажите, а вот если бы я вас попросила сформулировать главную интригу в вашей жизни, вы бы смогли это сделать? Вы знаете, интрига в моей жизни, я не знаю, сюжет, так сказать, нет, мне бы трудно было. Для этого мне нужно писать еще, наверное, десяток романов, тогда, может быть, я смогу ответить частично на этот вопрос. Нет, мне кажется, самому человеку очень трудно ответить на этот вопрос. Знаете, давайте вот вернемся к литературе, да, к вашей третьей ипостаси. Может быть, на данный момент первый. Спасибо, что вам так понравилось это слово, ипостась. Да, понравилось. Сергей, вот мне всегда казалось, что писатель, это такой человек с оголенными нервами. Вот он очень чувствитель. То есть, на самом деле, вот, на самом деле, там внутри все кипит, а снаружи вроде не скажешь. Вот, это вот была такая особенность, отмечена специалистами. Так что, не то, чтобы... Ну, короче, как грецкий орех, да, такая скорлупа твердая, внутри все... Ну, не то, чтобы оголенные нервы, ну, конечно, все мы переживаем, все мы запоминаем что-то. Но он общается с под الد olом. Продолжение следует...